Вас беспокоит появление морщин, а денег на дорогой крем нет, не беда. Олечка Метельская прямо сейчас раскроет секрет удивительно эффективного крема, который сохранит молодость вашей кожи и по семейному бюджету не ударит. Оленька, здравствуй. Здравствуй, Надя. Ты знаешь, эта тема настолько актуальная, что можно любую девушку или женщину спрашивать, боишься морщинок? И она скажет, конечно, да. Вот письмо, которое пришло на форум от Артёма. Он пишет, в последние полгода у нас в семье начались скандалы. Дело в том, что моя жена переживает из-за своих первых морщин. Ей 37 лет, она постоянно говорит, что она старая, хотя, по моему мнению, выглядит просто великолепно. Я не вижу никаких морщин. Но, тем не менее, недавно она заказала себе некий омолаживающий крем аж за 800 гривен. У нас и без того достаточно скромный бюджет, и позволить себе такие траты на красоту даже для спокойствия любимой мы просто не можем. Поэтому прошу, помогите найти выход. И ты знаешь, какой выход я уже нашла частично? Я пригласила Олю, жену Артёма, для того, чтобы ты с ней, встретившись, смогла ей помочь. Что я хочу сказать? Что на такое письмо я не могла не отреагировать. Естественно, я встретилась с Олей, я ей дала крем, мы провели эксперимент. Она попробовала и сравнила результаты, и пришла к определенным выводам, о которых она расскажет чуть позже. Но подожди, какой крем ты ей дала? Вот он за 800 гривен? Нет. Я ей дала свой по проверенному рецепту, который мне рассказали по большому секрету, который я немножечко усовершенствовала, и который, в общем-то, всегда давал очень хорошие результаты. Давайте посмотрим, как это было. Для того, чтобы проверить действие домашнего крема за уникальным рецептом, мы решили поревнять его с дорогим, разрекламованным, омолоджующим способом. Для этого наша героиня протягом тижня наносила натуральный крем лишь на правую часть обличия. Тогда как магазинным, косметологическим способом она мастила лишь левую половину. Користовала способами Ольга именно так, как было значено в инструкции. Пользуюсь кремами я уже две недели. И заметила результат за этот период. Кожа стала лучше, по ощущениям мягче. Кожа молодилась, уменьшились морщинки. Появился здоровый румянец лица. Я очень рада, что участвую в этом эксперименте. Тож наставал час звирить результаты. Неймоверно, но омолодживальный эффект нашего малобюджетного домашнего крема выявился ничем не гірше, ниж дорогого, сучасного косметологичного засоба. И сейчас мы увидим результат своими глазами. Потому что Оля сейчас присоединится к нам. Оленька, пожалуйста, идите сюда. Здравствуйте. Но я могу говорить только комплименты. Очень хороший, цветущий, свежий вид. Красавица. Да. Спасибо большое. Я чувствую себя соответственно. Олечка, две недели вы пользовались кремом. Регулярно не пропускали. Две недели пользовалась кремом, но до сегодняшнего дня уже прошла курс 28 дней, который необходим для регенерации кожи. А первые результаты когда заметили? Где-то в течение недели, может быть, день пятый. Притом, хочу сказать по секрету, я его использовала не только для лица. И результаты заметила также и на других местах тела. Как интригующе. Хочется узнать на каких? Дело в том, что этот крем мы можем наносить и под глаза, и на шею, и на область декольте. А объем получается настолько большой, что мы можем его еще использовать и как крем для тела. Артему понравился результат? Не только Артему. И я это почувствовала на себе. И по взглядам окружающих, конечно же. Прекрасно. После таких отзывов, после того, что я вижу, хочется узнать рецепт этого крема. Рецепт очень простой. Более того, скажу, очень дешевый. Он в 10 раз дешевле, чем тот крем, что мы покупаем в магазине. Ингредиенты все доступны. Результат мы действительно видим, что он появляется. И скажу по секрету, теперь уже для всех, что это звездный рецепт от Марлен Дитрих. Мы еще обязательно узнаем, Олечке, откуда у нее этот секретный рецепт. Но хотелось бы узнать и своими руками уже, приготовить новую порцию этого изумительного крема. Нам понадобится всего лишь 5 ингредиентов, и наш крем будет полностью готов. Для начала нам нужен всего лишь один куриный белок. И хорошенечко его взбиваем миксером, так, чтобы получилась пенка. Такая, как мы делаем на безе. Я уже подготовила взбитый белок. Оля, пожалуйста, это наша первая баночка. Берите, будем готовить вместе. И выкладываем. Прошу. Олечка, это для сухой, жирной, смешанного типа кожи? И для сухой кожи, и для нормального типа, и для жирного, и для комбинированного. Универсальный? Универсальный. Интересно то, что мы будем дальше комбинировать остальные компоненты в нужных количествах, и будем получать действительно крем, который подойдет буквально всем девочкам. Так это же крем антивозрастной? Да. С какого возраста можно его уже применять? Девочки все печалятся после 25 лет, когда выработка гиалуроновой кислоты становится чуть-чуть меньше. Проблемы увлажнения кожи становятся достаточно актуальными. Также этот крем прекрасно подходит к категории 30+, и даже 50+, когда морщины у нас достаточно ярко выражены. Следующий ингредиент – это обычная жирная сметана. Желательно, конечно, взять нам домашнюю сметану. Да. Но если у магазина, то хотя бы 20%. Нам понадобится 70 мл, то есть это примерно 1 треть от стакана, то есть где-то вот так вот. Вот сейчас мы с солей соединим эти ингредиенты. Благодаря тому, что мы белок предварительно взбили, наша сметана не потечет, то есть крем у нас не будет достаточно жидким. Белок у нас очищает очень хорошо поры, поры стягивает, и нашу кожу делает более гладкой. Если мы разговаривать про сметану, то можем сказать, что сметана, она делает нашу кожу более мягкой, отбеливает. Благодаря тому, что в ней содержится молочная кислота, наша кожа становится бархатистой. Более того, это гипоаллергенный продукт, и, как правило, на него не бывает никаких нежелательных кожных реакций. Следующий ингредиент – это натуральный сок лимона. Мы выжимаем его непосредственно в наш крем. Вот, пол лимончика. Заворачиваем сначала в марлю, для того, чтобы косточки не посыпались в наш крем. Сворачиваем. Раз, два, три. Все, достаточно. Три чайные ложки. Лимон у нас обладает очень хорошими отбеливающими свойствами, антисептическими свойствами. Следующий ингредиент – это масло абрикосовых косточек. А вот это вот как раз моя, так сказать, разработка, потому что в оригинальном рецепте мы должны были взять глицерин. С 1980 года вообще почему-то считалось, что глицерин – это панацея. Да-да-да. Да. Даже наши мамы использовали глицерин. Вот. Олечка, мы уже неоднократно говорили «Марлен Дитрих», откуда ты о нем узнала? Мне рецепт этого крема рассказала моя подружка. Она театральная актриса. Она безумно увлекалась творческой «Марлен Дитрих» и, соответственно, изучила все и решила вот ухаживать за кожей, собственно, как ее вот идеал. Прелестно. Да. Ну и потом мне рассказала по секрету через какой-то вот промежуток времени, 2-3 месяца, говорит, что-то не могу понять, кожа стала суховата. Так. Я говорю, а почему же суховата? У тебя же вот комбинированный тип кожи, откуда? Ну и потом она раскололась, собственно говоря, что она туда намешала. Я говорю, ну вот последние два ингредиента мы будем заменять. А заменила я глицерин маслом абрикосовых косточек. И для нашего крема нам понадобится всего лишь 2 чайные ложки. Масло абрикосовых косточек, кроме того, что замечательно впитывается в кожу, не оставляет жирный блеск, содержит достаточно ингредиентов, чтобы нашу кожу сделать тоже вот мягкой, для того, чтобы у нас исчезли морщинки, для того, чтобы кожа в районе глаз, там, где она очень сухая, стала более нежная. Благодаря тому, что у нас в нашем креме присутствует масло, действие как бы вот лимонного сока, который достаточно агрессивно влияет на кожу, происходит более мягким. И последний ингредиент, потому что мы понимаем, что наш крем в таком состоянии не может долго храниться, нам нужен консервант. В оригинальном рецепте это был спирт. Да ты что, ну это же сушит кожу. Конечно, сушит. И замечательным консервантом является эфирное масло чайного дерева. Прелестно. Более того, эфирное масло чайного дерева использовали еще в тот период, когда не было антибиотиков, как средство, которое заживляло гнойные раны. И благодаря эфирному маслу чайного дерева в достаточных количествах наш крем может храниться в холодильнике 2-3 недели. Все зависит от того, насколько мы продезинфицировали просуду перед тем, как мы будем хранить. Ну поразительно. Как же Марлен Дидрих удавалось все-таки хорошо выглядеть, если фактически она мазала лицо спиртом и глицерином? Я так подозреваю, что у нее, наверное, была жирная кожа, она хотела наоборот ее и сушить, и поэтому давались такие хорошие, замечательные результаты. Итак, нам понадобится в наш крем достаточно большое количество эфирного масла чайного дерева, аж 40 капелек. Ну, опять же, потому что это у нас идет эфирное масло как консервант. Из расчета 3 капли на 1 чайную ложку нашего крема. Ну, опять же, это учитывая то, что для этого крема я брала обычную домашнюю сметану. Конечно. То есть не магазинную с консервантами, что мы могли бы сказать, да ладно, там все равно написано, что она хранится 30 дней, поэтому у нас и крем там вот хранится. Но нет, вот даже при обычной сметане качественной у нас тоже получаются такие же результаты. Перемешивать? Перемешивать, Оля, прошу. Давайте. И поделись, пожалуйста, еще впечатлениями от использования этого крема. Когда я взяла крем, я тоже беспокоилась, что он может испортиться, потому что все-таки 28 дней. Но я ничего не заметила и даже проверяла его на нюх, ничего не изменилось. И еще интересный нюанс эксперимента. Ведь Оля пользовалась одновременно двумя кремами. И тем кремом, который она приобрела довольно дорого, и кремом, который ей дала Олечка. На одну половину лица Оля наносила один вид крема, на другой – другой. И что интересно, мы видим, что результаты и там, и там замечательные. Мне почему-то кажется, что эффект от крема Марлин Дитрих намного лучше. А потому что душу греет, своими руками же сделали. Конечно, и все качественное, и все натуральное. Натуральное, да. И как же этим богатством, не побоюсь этого слова, пользоваться? Ну, все очень просто. Мы очищаем кожу, снимаем макияж, умываемся, промакиваем нашу кожу сухой салфеточкой. И после этого берем небольшое количество крема и массажными движениями от центра периферии по массажным линиям аккуратно распределяем этот крем. Конечно, наносить на руки такой крем – это роскошь, я считаю. Но ощущения волшебные, бархатистые, он освежающий, потому что масло чайного дерева и лимон, видимо, испаряясь, дают этот эффект охлаждающий. Боже, как это приятно. Как хранить? Мы берем чистую баночку, желательно с крышечкой. Сначала мы дезинфицируем, то есть протираем либо раствором хлоргексидина, либо спиртовым раствором. Потом берем чистую ложку, которую тоже дезинфицируем, и этой ложечкой перекладываем крем в банку. Крем мы ставим в холодильник, на нижнюю полку, и все время храним его непосредственно в холодильнике. Единственное, что объем крема получается достаточно большой. При его использовании мы в банку пальцем не лезем. То есть нам нужно взять ватную палочку и просто аккуратно зачерпнуть наш крем палочкой. Логично. Я предлагаю сейчас немножечко отдохнуть и насладиться чашечкой кофе. Угощайтесь, пожалуйста. Нескафе. Первое правило утра. Обычно мы проговариваем, какими маслами можно было бы заменить те масла, которые мы используем. Что касается масла абрикосовых косточек и масла чайного дерева, есть ли какая-то альтернатива полноценная? Ну, масло чайное дерево – это натуральный консервант, который нам необходим. Но масло абрикосовых косточек мы можем заменить на самом деле нашим любимым маслом. Это подойдет и обычное оливковое масло, если у нас нормальный либо комбинированный тип кожи. Подойдет масло виноградных косточек, если у нас кожа склонна больше к жирности. Нам подойдет масло макадамии, если наша кожа более сухая и чувствительная. Подойдет масло авокадо, если кожа склонна к дерматитам. Я надеюсь, что вы запомнили те нюансы, которые сейчас Олечка проговорила, потому что это как раз важный момент. Для какого типа кожи, какую рецептуру этого прекрасного крема выбрать? Его надолго хватает, приятно пользоваться. И самое главное – это то, что есть результат. Ой, это прекрасный результат, как говорится, на лицо. Оля, нужно ли делать перерыв между курсами? Все-таки крем действует. Этот крем не вызывает привыкания, потому что масло чайного дерева мы можем использовать постоянно в нашем уходе. Масло априкосовых косточек тоже может быть постоянным ингредиентом. Единственное, что если мы собираемся выходить на солнышко, в таком случае этот крем стоит отставить в холодильник. Все-таки лимонная кислота, как бы она может вызвать наоборот у нас пигментацию. Слушайте, я даже не знаю, чему больше радоваться. Тому, что крем оказался таким приятным и действенным, или тому, что мы деньги сэкономили. Да давайте радоваться всему, как здорово, что мы теперь знаем рецепт этого крема. Для приготовления крема «Лебяжий пух» вам понадобится яичный белок, жирная сметана, масло априкосовых косточек, свежевыжатый лимонный сок, эфирное масло чайного дерева. Взбиваем в пену яичный белок, добавляем туда сметану, лимонный сок, масло априкосовых косточек и эфирное масло чайного дерева. Всё тщательно перемешиваем. Крем используем ежедневно, нанося его вечером на чистую кожу лица и тела. Мауля, спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо, дитя. На здоровье. Привет, Ютюб. Каждый из нас мечтает подольше сохранить молодость и красоту кожи. Поэтому подписывайся на наш канал, и я с удовольствием поделюсь с тобой рецептами для молодости, красоты и здоровья кожи. Субтитры создавал DimaTorzok